Музыка В взрослом виде два с половиной года. Видите, они небольшие. У нас гибридизация идет, чтобы они были небольшие, невысокие, чтобы с ними могли дети, подростки как-то контакт находить. И самое основное, это то, что они устойчивые к заболеваниям. И качество молока у них на порядок выше, чем у обычных коров, даже самых-самых супер коров. Это мы скрещивали мини чистокровного Азебу с Нидерландов, папа, и с девочками Вичур породы, и мамой коровка Вичур, это индийская порода, и кавказская есть порода, она тоже достаточно устойчивая к заболеваниям, и к энцефалитному клещу, и к много чему адаптивно. Мы их скрещивали и получили вот результат. На самом деле занимаемся мы, видимо, уже 10-й год, поэтому добились мы этих результатов не так давно. И качество молока, которое можно сравнить именно от вот этих пород гибридов, то есть мини-зебу, это фактически декоративный скот, который вообще-то в зоопарках держат и вообще не доят. Но у них очень жирное, потрясающее молоко, потому что немножко другой состав, чем у обычных коровок, которые чисто для количества молока и мяса выращиваются. Вот в этом есть отличие. Вот видите, у них такие горбики. Горбики, и вот у них вот тут вот такая красота. Посмотрите, какая красота. Вот они такие ласковые, добрые, дружелюбные. Вот состав молока отличается от обычного тем, что оно противоаллергичное и помогает восстанавливаться после черепно-мозговых травм, инсультов. Это мы тоже все проверили, мы поили молоком. Маслом производным, пастерилизованным, в общем, продукцией. Кормили после инсультов стариков, детей с группами инвалидности. И проведя статистику, мы увидели, что очень большой результат улучшений. Конечно, естественно, с медицинскими всеми при этом рекомендациями. Не просто на молоке и маслице, вы же сами понимаете. Но, тем не менее, эффективность восстановления увеличивается. Так, чтобы после парализации абсолютно речь вернулась полностью, память, рассудок абсолютно у 83-летнего человека. То есть это все-таки большой показатель полезности и качества вот этой продукции. Вот это именно из-за чего мы хотели именно вот этим ответвлением заниматься. Мы пока что только идем, это эксперименты, статистику, опыты, записи, документы. Вот что дает эффективность. Мне 30 лет, я держала коробку. У меня пятеро детей, и их надо было кормить качественным молоком, продукцией, сыром, творогом. Ну и когда дети на выгон гоняли, ну маленькие там 6-летние, 7-летние дети на выгон, с выгона пасли их, ну мы все вместе с тадами. Вот. Мне почему-то возникла мысль, что все-таки безопаснее всего для детей, для того, чтобы их приучать к этому труду, к земле, к любви, к сельскому хозяйству. В общем, нам нужны были маленькие коровки, потому что все-таки ребенок и полтора высоты метра корова – это достаточно сложности большие, понимаете, для контакта с этими животными. То есть это… участвуют они в реабилитации в основном людей, которые помогают реабилитации вот после всяких травм и всего такого. Вот. Мало того, они любят, чтобы на них катались, у нас есть специальное детское седло. Многие ходят за ошейник, за веревочку, они ходят послушно рядом на поводке и останавливаются, когда хозяин говорит там остановиться. И стоят, и они даже не едят, если нужно посадить ребенка. Он стоит позитивный. Если нужно посадить ребенка. То есть мы даже определенные приемы дрессировки для лошадей, для собак, которые есть, мы осваивали, изучали и применяли на них. Ну, как бы мы их не били, естественно, только едой, лаской. Но мы даже сажали седло на них, одевали, приучали к седлу. Они приучаются к седлу. И водили на них деток. Потому что детки, когда они находятся на коровке, у них очень классно идет массаж, улучшение кровообращения. А некоторые садятся без седла, то они вообще обширь с ножками. У них уже волшебная шерсть. А вот в составе есть лонолин даже вот этот, в небольшом количестве, который воздействует на поверхности кожи. И дети, когда сидят, они учатся балансировать. То есть там целый комплекс общего физического развития, который мы даем детям через нахождение его на корове. Мы его запатентовали. И мы, когда нам это нужно было патентовать, работать, эту работу проводить, мы все эти исследования проводили. И с нами, коровы, вместе это все проходили. Они на себя одевали эти седла. Они учились ходить рядом. Они учились стоять. Они учились не сбрасывать, естественно, детей. У них такая психика, что они адекватно реагируют на какие-то стрессовые ситуации. В этом вот особенность еще этих коров. То есть на какая-то неожиданная ситуация, звук громкий, какой-то голос, появление нового человека. Они, ну вы видели сами, они не пугаются, не шугаются, они не бросаются. Но они только хотят подойти, естественно, чтобы их, ну где-то, может быть, чересчур приставочить, это очень редко бывает. Это просто, они соскучились на самом деле. А вообще они тактичные достаточно. То есть они, ну, они понимают, их не нужно бить чем-то там, или хворостиной даже. Им, ну, скажешь, там, отойди. И они, ну, адекватно понимают. То есть у них реакция хорошая, адекватная. И поэтому дрессировка с ними, это одно удовольствие. То есть сначала к ошейнику, к поводку. Естественно, с маленького возраста это все мы делали. Потому что чем мельче коровка, чем раньше ты начинаешь заниматься ее воспитанием, тем, ну, легче всем. Не занимается же воспитанием такой большой, уже более подручной коровы. Хотя есть такое сейчас вот. Например, эту корову, ну, не дрессировали мы, она не ходила на поводки. Если мы сейчас с ней будем договариваться, подкармливать ее, одевать ошейник, поводочек, она будет с удовольствием ходить. Горбек, да? Горбек, вот здесь вот. Это вообще ее потенциал на всю жизнь. Вообще, вот, ну, к двум, если она в два года покрывается, значит, до двух лет у нее будет идти накопление. И иммунитет. И вот это самое волшебное молоко, его формула, она на самом деле объясняется наличием вот этого горба, вот эта вся его целебная история в горбе. Поэтому, если она даже где-то в два с чем-то года покрылась, эта коровка, и даже если в три года у нас есть гибриды, которые, ну, достаточно долго раскачиваются, но это, наоборот, хорошо, потому что они в результате показывают, качество молока еще более даже высокое, чем у тех, кто чуть раньше покрылся, потому что это их ресурс, они его накапливают. С одной стороны, это здорово, потому что чем, может быть, позднее покрылась коровка, тем у нее качественнее будет и еще насыщеннее молоко, и вообще приближено к качеству молока, ну, чисто породными. Нельзя будет, который вообще молоко не добыть в принципе. А с другой стороны, это достаточно долго, и надо подождать, надо ее вырастить, надо ее, соответственно, маленьким бычком покрыть, с таким же маленьким гибридом. А даже если брать чистопородного бычка мини-зебу и пытаться им покрыть нашего гибрида, это должен быть, ну, очень маленький сам, вот прям маленький-маленький бычок, чтобы наши гибриды, ну, совершенно свободно разродились. В силу этого, конечно, ценообразование, оно диктуется этими всеми обстоятельствами. Корова от полутора до трех лет, она готовится к стельности, потом она вынашивает, потом она рожает, ну, естественно, порядок цен, новорожденная телочка, ну, не может дешевле 150 тысяч, ну, при любом раскладе стоит. Что, в принципе, вот если даже брать из, ну, что на сегодняшний день, может, какая коровка стоит? Ну, джерси, новорожденная телочка, она, например, настолько же стоит. Но если мы говорим о сравнении качества молока, о выходе молока, значит, телочка первопервотельная, гибрид, она дает порядка 10 литров молока вот такого качества. Да, я сейчас не буду проводить параллель с жерстей, потому что каждый заводчик, как бы, ну, он рассказывает про свои преимущества, своей породы, любит свою породу, рассказывает, почему его там, коровка будет стоить столько-то. Я рассказываю, почему наша будет стоить столько-то. Вот я все компоненты сложила, она достаточно долго вынашит, ну, как бы готовится, но она при этом обретает крепость, они достаточно легко вынашивают. Ну, и качество по шкалам рождаемого теленка у них достаточно высокое по сравнению с другими коровами. Это, опять же, объясняется их высоким иммунитетом, который они копят. Копят к двум, там, к двум с половиной годам. Ну, вот, ну, некоторые к полуторам. Были у нас и коровки, которые к полуторам годам покрывались и вынашивали, и у них есть вот горбики замечательные, и у деток, и так далее. Также ценообразование складывается из того, что, ну, редко они достаточно появляются. Их надо ждать, их надо, соответственно, потом выкармливать. Но оно, естественно, того стоит, и у нас можно бронировать и пару, ну, соответственно, в растяжении, во времени каком-то. То есть сначала девочку взять, подрастить ее, потом встать на очередь на мальчика и получить потом долгожданного мальчика и сложить вот эту пару. Это реально в пределах года полутора, наверное. Что касательно потомства второго поколения, что мы имеем? Имеем на сегодняшний день потомство второго поколения. Это что вообще значит? Это значит, что мы дождались коровку, вот, которая, ну, у нас гуляла тут совсем такая малюхенькая, пухленькая. Это мы дождались корову, которая детеныш от гибрида. Во-первых, процент зебу выше, еще выше, потому что у нее мама наполовину зебу. И она сама, еще у нее там, папа покрывал ее линиям другая мальчика зебу. Соответственно, у нее больше процент зебу. У нее мельче размер, но у нее качество молока. Статистики о том, в каком возрасте покрываются гибриды второго поколения, у нас, ну, нету на сегодняшний день. Ну, нет у нас там десятки вот этих телочек и бычков второго поколения, чтобы сказать, что, а вот второе поколение у нас, вот в таком средней статистики, средняя статистика возраста покрывается. Вот такая у нее, ну, качество молока, но оно однозначно еще более приближено к чистому мини-зебу молоку. И она однозначно будет мельче, чем ее мама мини-зебу. Это сто процентов. Все нормально, все нормально. Подойдите.